На минувшей неделе прошло заседание экспертно-консультативного совета при Законодательном собрании Ленинградской области. В работе совета приняли участие вице-спикеры Николай Пустотин и Дмитрий Пуляевский, и депутаты областного парламента, представители научного сообщества, ректоры вузов, эксперты. О возможностях внедрения технологий 5G с докладом выступил профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Сергей Макаров. В докладе были освещены технологические особенности перехода к 5G, область применения и риски данной технологии, связанные с безопасностью данных и фейковыми новостями. Ленобласть вошла в число 12 российских регионов, где компании-операторы мобильной связи уже начали испытывать сеть нового поколения 5G. По итогам обсуждения предложено разработать региональный подход к применению технологий 5G в экономике и промышленности. Мы сейчас с вами видим, что вся информация в наших правительственных органах, она переходит на цифровую основу, а это значит, что обмен информацией, доступность, открытость информации очень важны для всех. Поэтому сети 5G, они, во-первых, конечно, дойдут до каждого дома, до каждого домохозяйства. И как здесь шутили, в каждом утюге и в холодильнике будет выход в этих сетях 5G. Экология стала еще одной важной темой, которую обсудили участники заседания. В частности, решила о новом методе утилизации нефтяных разливов на почве с применением микроводорослей. С докладом на эту тему выступили заведующий кафедрой геоэкологии, природопользования и экологической безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета Владимир Дроздов и заместитель генерального директора по науке ООО «Экоальянс» Татьяна Щемелина. В докладе был описан процесс гидропосева биологической смесью для очистки загрязненных почв. Эта технология отличается большим сроком хранения биосостава и низкой себестоимости. Эксперименты показали эффективность использования микроводорослей. Степень деградации нефти в почве составила 77% за 60 суток. Возможно, этот метод пригодится и для сохранения экологии в Ленинградской области. Эти вопросы важны, потому что каждый год существуют определенные угрозы для загрязнения земель. И насколько наши хозяйствующие субъекты, связанные с транспортировкой и экспортом нефтепродуктов, будут вооружены этим новым средством для борьбы с загрязнением, настолько будет эффективна и экологична их работа. Традиционным вопросом повестки дня было выступление о проекте бюджета области на будущий год. О работе над документом участникам заседания рассказала председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко. Последнее в этом году заседание экспертно-консультативного совета при Законодательном собрании Ленинградской области прошло продуктивно. Участники заседания обсудили важные темы и выработали полезные рекомендации. По словам вице-спикера Дмитрия Пуляевского, диалог с экспертами не просто продолжится, а будет идти на постоянной основе.